Всем привет! С вами Алексей Гончаров. Решил записать такое видео, поговорить с вами на тему а стоит ли заливать масло в масляный фильтр при замене масла. Полгода назад записывал видео, менял масло, ставил бошевский фильтр. Ну, покупал два одинаковых фильтра, то есть мановский и бошевский, ставил, сравнивал. Кто не видел, ссылки все будут в подсказках. Я оставлю в описании ссылки на те видео, о которых говорю. Поставил бошевский, мановский остался. И вот хочу поговорить на эту тему. Ну, судя из названия, думаю, уже поняли. А на эту тему натолкнуло меня видео, которое я видел в интернете. Канал блогеров-миллионников. И которое рассказывает о том, что ни в коем случае нельзя масло заливать в масляный фильтр. Якобы там разорвет у него масляный сам фильтрующий элемент. Типа там чуть ли не порвется картон. И вообще у вас будет дырка, и мотор ухана. И вообще, короче... В общем, когда слушаешь такую дичь, просто... Хочется вставить кучу мемов в рука-лицо. Типа, ты втираешь мне какую-то дичь. Ну, потому что самая натуральная дичь. Причем, вроде бы, люди грамотные, вроде бы, как бы там... Механиками себя именуют. Либо там автомобильной тематикой канал и так далее. Ну, просто после такого... Ну, ладно, не об этом. Как говорится, не бомбит у меня. Короче, есть такое мнение, такие цифры, что якобы один пуск двигателя по износу его деталей равносилен пробегу порядка 40 километров. Но это при условии, если двигатель прогретый. То есть, вот один раз вы ключом дрынкнули, двигатель завели, поехали. Это считайте, что просто один запуск равносилен пробегу 40 километров. Есть вторая цифра, что запуск холодного двигателя в сильный мороз равносилен пробегу, там цифры разнятся от 200 до 400 километров. То есть, если сильный мороз, машина застыла, и вот вы пытаетесь запустить холодный двигатель, вот он вы его завели, он завелся, все. И вот этот один запуск в сильный мороз равносилен пробегу от 200 до 400 километров. Ну, как бы цифры такие, можно сказать, спорные, ничем не подтвержденные. Но сам факт того, что один запуск двигателя равносилен какому-то количеству километров пробега по износу его деталей, это 100% и однозначно. А почему? Все из-за масляного голодания. То есть, когда двигатель работает, масляный насос качает масло, масло постоянно поступает в систему смазки двигателя. В двигателе постоянно находится давление масла, оно там есть, двигатель смазывается. Когда двигатель останавливаете, масляный насос останавливается, масло стекает в картер вниз, грубо говоря, система смазки высыхает, давление исчезает. И вот первый момент после того, как вы запускаете двигатель, то есть, первым поворотом коленвала, ключом, ну, стартером, когда коленвал начинает вращаться, начинает вращаться масляный насос, происходит заполнение системы смазки двигателя маслом под давлением. Естественно на это заполнение Нужно какое-то время, особенно если двигатель Был горячий, потом его оставили на сутки И вы пришли его заводить через какое-то Время, или он был горячий и простоял несколько часов То есть масло горячее Успело удрать из системы Естественно пока это время Заполнения идет, давления еще нет Сами прекрасно знаете, когда заводите лампочка Аварийного давления масла тухнет Не сразу, проходит какое-то время И вот это время пока нет давления Идет усиленный износ деталей Двигателя То есть все подшипники скольжения, которые смазываются маслом под давлением, то есть кривошип, распредвал и так далее. Ну а также все детали, которые смазываются маслом разбрызгивания, то есть цилиндропоршневая группа и так далее и тому подобное. Так вот, за масляное голодание при каждом пуске двигателя отвечает вот такая недорогая деталь, как масляный фильтр. В обзоре на то, как определить подделку оригинал фильтра, тоже ссылку оставлю в подсказках и в описании. Возможно видели, возможно нет, это самое популярное видео на моем канале. Там я рассказывал, почему использую эти именно мановские фильтры, потому что в момент пуска давление появляется очень быстро, практически моментально. Из-за того, что вот эта тарелка обратного клапана, она хорошо работает и не дает маслу опустошаться фильтру. То есть фильтр всегда стоит с маслом. Понятное дело, что если масло подается вот отсюда, снаружи, выходит сюда, ну оно выходит дальше, в системе идет вверх, но все равно часть масла какая-то уходит. Даже если она уходит, какая-то часть небольшая, то есть хотя бы фильтр не опустошается до вот этого самого низа. То есть если фильтр дешевый и плохой, в котором вот эта тарелка обратного клапана дубеет с пробегом там несколько тысяч километров, если она сделана из простой резины, то после каждой остановки двигателя фильтр фактически, у него уровень масла доходит до вот этой нижней кромки. То есть фактически вот сколько масла у него остается, вон фильтр остается практически сухой. И с плохими фильтрами давление в системе смазки не появится до тех пор, пока не наполнится сам фильтр, потому что фильтр полнопоточный, то есть весь поток масла, который качает масляный насос в системе смазки двигателя, абсолютно весь объем этого масла проходит через фильтр. Поэтому после фильтра, то есть вот отсюда давление не будет до тех пор, пока не заполнится сам фильтр. Именно по этой причине, повторюсь, я пользуюсь этими фильтрами мановскими. Сейчас попробовал больше, разницы никакой не вижу, потому что считаю, что это одно и то же. Ну, тоже обзор, все, ссылки оставлю, кто не видел, смотрите, чтобы было понятно, о чем идет речь. То есть, чтобы было меньше масляное оголодание в момент пуска двигателя. Так вот, в чем же суть споров? Типа, если ты заливаешь масло вовнутрь, то лопнет картон, картон фильтрующего элемента. Вопрос к тем людям, которые это утверждают. Так, по вашей логике, после каждого запуска нужно менять фильтр. Потому что вы ездили, фильтр был полный, потом вы оставили машину, если фильтр не этот, а в котором плохой дренажный клапан, вот этот обратный, тарелка. Фильтр остался практически сухой. И в следующий раз вы заводите, так у вас, получается, при каждом запуске фильтр должен лопаться. Ну, так же же получается. А на самом деле, нифига, все ездит и все работает. Короче, поражают такие выводы. Суть в чем? Вот этот клапан внутри, тарелка подпружиненная, перепускной клапан, для чего он нужен? То есть, когда сам фильтрующий элемент набирает в себя грязь, пропускная способность у него уменьшается. Чтобы двигатель не остался без масла, потому что это все равно, что заткнуть вот этот проход через фильтр. Чтобы масло могло циркулировать в системе и могло подаваться масло в систему смазки. Ставят перепускной клапан. Вон он, как раз вот эта тарелка внизу. И при наборе определенного давления, то есть, когда фильтрующий элемент набирает в себя определенное количество грязи, масло начинает перепускаться, поэтому клапан называется перепускной. То есть, масло идет мимо фильтрующего элемента. Но позволяет нормально смазывать двигатель, то есть, давление в системе смазки не пропадает. И давление вот этого перепускного клапана, если я не ошибаюсь, оно составляет примерно 1 атмосферу, 1 кг на сантиметр квадратный. То есть, 1 атмосфера. То есть, вот этот фильтрующий элемент, он выдерживает минимум вот эту 1 атмосферу давления, он должен выдерживать, как ни крути. И для этого делается перепускной клапан. Это одно. А второе. Доводы такие, что если, мол, заливаете масло в фильтр, картон намокает, он становится мокрый, он теряет свою прочность, и вот значит он разрушится. Что? А ничего, что он всегда с маслом работает, всегда он в масле. И это нормальное состояние этого картона, этой фильтровальной бумаги, быть пропитанным маслом и работать. Так вот, если налить масло предварительно, чтобы масляный фильтр пропитался маслом и картон смочился маслом, то наоборот, этому фильтрующему элементу будет легче, потому что он уже примет свои рабочие свойства, свое рабочее состояние. А если оставить фильтр сухим, и манера запуска двигателя у всех абсолютно разная. Есть люди, кто заводят двигатель и не дают ему сразу большие обороты. То есть на холостых чуть-чуть подгазнуть, чтобы он не молотил без масла на высоких оборотах. А есть такие уникалы, которые там чуть ли не тапком в пол сразу, то есть там обороты зашкаливают. Так вот, если поставить фильтр сухой и сразу дать большие обороты, то масло сюда, оно придет не постепенно, а придет с большим ударом. То есть масляный насос на больших оборотах, он выдаст огромную порцию масла. И эта огромная порция масла, она придет сюда с ударом. И когда картон будет сухой, и вот именно в таких условиях, тогда есть вероятность прорыва. Когда фильтр был сухой, и на больших оборотах сразу после пуска сюда прилетело масло сразу под давлением. То есть вот этот картон, он не успеет при таком огромном объеме масла сразу его нормально впитать и нормально переработать. Поэтому я для себя всегда, за рулем я с 16 лет, то есть уже больше 30 лет мой водительский стаж, если считать с момента появления у меня первой водительской категории на мотоцикл. С 16 лет я уже как бы с техникой, и когда уже после 18 лет появились права, уже начал водить машину, сам ее обслуживать. И начал обращать внимание на эти вещи, много этих вещей изучал. И просто такой методом эксперимента, думаю, а что я заставляю, мне просто больно слышать, когда заводишь двигатель, и как он стучит без масла, начинает стучать, и ну как будто там, ну больно ему, короче, когда нету масла. Когда масло заливаю, ставлю, все, дрынь, и давление появляется моментально, как будто сразу после поездки. Поэтому не слушайте глупости тех, кто вам рекомендует, что нужно ставить масляный фильтр обязательно сухой, что он обязательно порвется. Картон здесь настолько крепкий, настолько прочный. Во-первых, здесь картон в фильтрующем элементе, он не просто там лежит, он вклеен между двух тарелок, и такая своеобразная кассета именно здесь. Есть, да, фильтры, в которых, если фильтр разборной, то есть чаша на двигателе стоит стационарной, вставляется сам фильтрующий элемент кассета с картоном, ну то есть гильза с картоном. Там, да, там есть нюансы, там его просто физически невозможно наполнить, потому что это как конструкция, что там все сразу выливается и все. Там, да, там другого варианта нет. А такую штуку лучше всегда наполнить, потому что вы продлите ресурс своему двигателю. То есть не будет масляного голодания после пуска, после замены масла в двигателе. Оно и так будет, потому что если масло сливаете и сливаете долго, то есть хорошо вообще, чтобы масло больше ушло, можно чуть ли не на ночь двигатель оставить, чтобы масло сливалось. Но после такого простоя масляная система, она будет пустая. И поэтому если еще и масляный фильтр поставить, то заполнение системы будет очень долгим. И тогда, если в такой ситуации, то масляное голодание будет не как 400 километров в морозный пуск, а может быть даже 1000 километров вот такого масляного голодания с сухим фильтром после замены масла. Поэтому я для себя давным-давно решил, этим пользуюсь, каждый раз заливаю масло. Кто не видел видео про замену масла, ссылка, повторюсь, будет в подсказках в описании, там я показывал, как заливаю. Но коротко еще раз скажу, то есть заливаю один раз полный, то есть чтобы масло дошло отсюда, аж до верха, оставляю фильтр там до 5 минут, чтобы он постоял. Картон впитывает масло, и уровень падает. Заливаю второй раз, опять оставляю на 5 минут, то есть опять же до полного. И третий раз заливаю масло, опять же до полного. И вот так вот постепенно фильтрующий элемент напитывает в себя масло. Ну, потом, после третьего залития, опять, то есть чтобы он постоял минут 5, когда его наклоняешь, ну, то есть можно фильтр накрутить. Потому что если залить его прям под завязку, а как вы будете его накручивать? Его же надо как-то наклонить, чтобы масло не вытекло, еще и накрутить, то есть попасть на резьбу. И вот такой метод хорошо показывает себя, что давление в двигателе появляется после запуска быстро, и появляется сразу. То есть там нету полминуты, что надо прям долго ждать. Так это же еще момент, что вот этот фильтр маленький, это так называемый восьмерочный фильтр. А если стоит вот такая банка, знаете, белые мановские фильтра, которые так называемые жигулевские. Я на жигулевском когда-то попробовал на том поездить, мне не понравилось, потому что объем фильтра гораздо больше. А если фильтр менять, там масло менять каждые 8 тысяч, то он не успевает настолько сильно загрязниться, если нормальное масло, не успевает он настолько сильно загрязниться, чтобы не хватало фильтрующего элемента. То есть я заливаю и советую и вам, если вы хотите продлить ресурс вашего двигателя, то есть фильтр ставить не пустым, то есть фильтр ставить с залитым маслом. И попробуйте, убедитесь, что насколько быстро будет появляться давление в системе смазки двигателя после замены масла. Ну а как подтверждение, с собой не взял старый фильтр, который тоже мановский, с вмятиной, там увидите. Я его специально оставил. И вот в следующем видео разрежу тот старый мановский фильтр и посмотрим, что у него внутри. Будет ли там дырка после, ну дырка в фильтрующем элементе, будет ли там порванный картон после того, как тот фильтр проехал 8 тысяч километров, и я его точно так же ставил на двигатель с залитым маслом. То есть вот такое видео. Надеюсь, кому-то видео было полезным, то, что я вам рассказал. Надеюсь, кому-то пригодилось. Если так, ставьте лайк, покажите видео друзьям, напишите пару слов благодарности в комментариях. Мне будет приятно. Ну и делитесь ссылками в ваших соцсетях. Всем спасибо, кто смотрел. Хорошего вам давления, хороших фильтров. Кому интересно, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующее видео. Жмите лайк, колокольчик, чтобы получать уведомления, когда буду разрезать старый мановский фильтр. Будьте здоровы, берегите себя. С вами был Алексей Гончаров. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok